Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и сегодня я хочу вам показать еще одну довольно интересную позицию, которую я решал на ческоме, а именно в этой ситуации нужно сделать белую ничью, и в данном случае они будут пользоваться двумя принципами, а именно это принцип пата и также принцип цукцванга. Но обо всем по порядку, давайте пока просто прорассуждаем над этой позицией. Итак, в этой ситуации черные напали на пешку h2, и понятно, что эту пешку белые никак не могут спасти, и соответственно возникает вопрос, что же делать белым в принципе, ну напрашивается скорее всего, прежде всего, ход такой, как конь на поле g3, то есть идея напасть на слона на поле h5, но в этой ситуации черные не обязаны уходить слоном, они могут сыграть просто король h2. Дело в том, что после конь h5 и g3, выясняется, что если не сыграть конь g3, то просто пешка g проходит в ферзи, но после конь g3 и король g3, получается, что у черных легко выигранное пешечное окончание, то есть давайте уже до конца его показывать не буду, здесь думаю, что в принципе несложно реализовать перевес, то есть дальше черные играют g4, потом король h3, ну либо король h2, смотри как стоят белый король, и соответственно здесь пешка проходит в ферзи. Именно поэтому идея с конь g3 интересная, но однако она не работает. Другой ход конем, именно ход кони f2 совсем неудачный, поскольку после хода кони f2 и король h2 выясняется, что в общем-то у черных как раз и есть две лишних пешки, ну и позиция тоже довольно легко выигранная, то есть понятно, что дальше просто пешка g4 идет вперед и черные побеждают. Именно поэтому здесь раз коню ходить особо некуда, то есть ходы коня плохие, можно посмотреть ходы короля, то есть в частности есть тут два принципиальных плана, это либо сыграть король f5 и напасть на пешку g5, либо сыграть король на поле e3 и попытаться стать королем на f2 или даже на g1. Хотя очевидно, что это будет сделать не так уж просто, поскольку черный король помешает нашему плану. Давайте проверим вначале ход короля f5. То есть ход короля f5 в принципе тоже идейный, как и допустим ход конь на поле g3, то есть в данном случае черные потеряют скорее всего пешку на поле h4, но однако здесь важно то, что хотя эта пешка и теряется, но позиция у черных будет выигранная. Все дело в том, что после хода король h2 белым нельзя играть король g5, поскольку после хода король g5 черные играют король на поле h1 и позиция тоже выигранная. То есть в случае хода короля h5 пешка g проходит ферзи, если слона не брать, а сыграть допустим король h4, либо король f4, тогда черные играют король h2 и все равно пешка g здесь проходит, то есть понятно, что позиция легко выигранная. Если же в этой ситуации после хода король h2 белые не играют король g5, а пойдут по другому, ну допустим напрашивается ход конь f2, то тогда понятно, что тоже позиция проигранная, поскольку здесь просто черные играют g3, ну и соответственно здесь не совсем понятно, как же белым мешать проведению пешки ферзи. То есть тоже позиция в этой ситуации уже будет проигранная у белых. Именно поэтому идея с нападением на пешку g5 тоже не работает за белых и остается по сути методом исключения уже такой ход, как король на поле e3. Итак, король e3 и здесь у белых два принципиальных хода, это ход король h2, либо ход король g2, остальные ходы конечно же намного хуже. И вот оба этих хода, и король h2, и король g2 имеют в общем-то большой интерес, поскольку мы будем реагировать по-разному на оба этих хода. В случае хода король h2, то есть ход вроде бы более логичный, но однако в общем-то не факт, что более сильный, белые играют король f2, то есть король f2, и у них идея такая, что они просто хотят сыграть конем на поле g3, именно поэтому черные вроде бы обязаны сыграть король h1, но тогда король g3. И возникает удивительная позиция, когда в эншпиле у белых король против двух пешек и слона, но однако это ничья, и причем даже пешки не на крайней линии стоят, что в принципе иногда говорит про ничью, особенно если более превращение не цвета слона. Здесь же пешки стоят на линии g, то есть здесь понятное дело, что с той фигуры черных чуть удачней была бы легко выигранная позиция, однако здесь получается, что либо черные играют король g1, и тогда будет пат, либо же если черный король g1 не играет, то тогда приходится уходить слоном, то есть слон идет допустим на поле e8, тогда белые играют король g4, в следующем ходом играют король g5, и в общем-то после того, как обе пешки теряются, понятно, что уже белые не проиграют. Так что именно поэтому в данной ситуации, как раз таки после хода король h2, у белых главная идея сыграть король f2, и затем король на поле g3. И теперь давайте рассмотрим другой интересный вариант, а именно ход король на поле g2. Король g2 тоже возможный вариант, и здесь уже, конечно же, белые могут спасти коня и сыграть конь g3. Черный играет король h2, и в этой позиции, конечно же, важно не сыграть конь h5, поскольку после хода конь h5 здесь черные сыграют g3, и опять же таки черные легко выигрывают, поскольку тогда придется отдавать коня за одну из двух пешек, но вторая пешка, соответственно, пройдет в ферзи. Именно поэтому здесь мы просто блокируем поле g3 с помощью коня, а королем укрепляем коня, то есть королем играем на поле f2. И выясняется, что здесь черные просто никак не могут усилить позиции, то есть белые просто ходят по таким полям, как, соответственно, h5, f5, e4, e2, f1, либо h1, то есть одно из этих полей наверняка будет свободно и не под боем, и, соответственно, здесь тоже возникает уже просто позиционная ничья. То есть, допустим, черный играет слон e8, белые ставят шах, король уходит из-под шаха, и конь g3. Ну и далее, опять же таки, здесь белые просто играют либо конь h1, либо конь f1, либо конь e2, там конь e4, конь f5, конь h5. То есть у белых всегда есть масса ходов конем, и просто конь блокирует всегда поле g3, и, соответственно, это тоже ничья. Так что таким вот образом белые спасаются, вы, казалось бы, абсолютно прольганные позиции с помощью цуксванга, ну и с помощью пата в одной из позиций, где мы играем королем на поле g3. То есть, соответственно, это вот эта позиция, еще раз давайте ее покажу. Позиция довольно интересная и необычная, где, получается, две лишних пешки и слон в окончании у черных, но, однако, здесь будет или пат, или же просто за счет цуксванга, тогда черные теряют обе пешки. Ну что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось, спасибо всем за внимание, и до скорых встреч уже в новых видеороликах.